Друзья мои хорошие, приветствую вас на своем канале, меня зовут Дмитрий, канал Добро Ейт, и сегодня долгожданный обзор, многие спрашивали, многие мне задавали вопросы в личку, и на стриме куча было запросов, вопросов по поводу того, Дим, какой руль купить до 10 тысяч рублей, бюджетная руль, Дим, какой руль вообще посоветуешь и все остальное. И многие спрашивали, Дим, а будет ли у тебя на обзоре игровой руль от компании ArtPlace? Да, ребята, у меня есть руль от компании ArtPlace, V1200 Vibra Racing Hill, вот в такой коробочке он приходит, и сегодня мы с вами его распакуем, я его распакую, я расскажу, я покажу полностью комплектацию и все, из чего этот руль состоит, и, собственно, тесты в играх также, друзья, будут. Вот такие вот дела, смотрим. И начнем с того, что этот руль приходит вот в такой вот, друзья, коробке ArtPlace V1200 Vibra Racing Hill, здесь полностью на русском языке, вот так это, друзья, выглядит коробка, вот таким вот образом, есть совместимость PlayStation 4, Xbox One, PC, то есть персональный компьютер, Switch, PS3, Xbox 360, и все в этом духе. Давайте распакую, сейчас посмотрим, в принципе, что из себя представляет данное игровое устройство. Но хочу отметить, что коробочка достаточно интересная, он не сильно тяжелый, имеет ручку, чтобы переносить и транспортировать его с магазина, когда вы его приобретете, поэтому, как бы, коробочка тоже имеет, как бы, плюс в этом, друзья. Но теперь едем дальше по распаковке. Первым делом, друзья, нас встречает вот такая вот брошюртка, она же инструкция по использованию и применению этого игрового руля на разных консолях, а также на PC. Естественно, чуть попозже мы с вами это все дело прочитаем, она вот так вот с разворотом, где показаны все кнопки, где показана полностью инструкция, кстати, на русском языке для удобства, если кто имеет проблемы с английским и так далее. Здесь полностью все на русском языке, и это большой плюс, чтобы можно было понять, особенно для тех людей, которые, ну, не знают, как подключать и как эксплуатировать игровой руль. Дальше. Сам, друзья, игровой руль. Вот так он будет у вас запакован. Давайте мы его распакуем сейчас, естественно, и посмотрим. Хочу отметить, я его тестировал уже, ребята, смотрел, куча обзоров на этот руль, куча отзывов читал и смотрел. И они все такие, знаете, ну, каждому, естественно, свое. Я, как бы, естественно, буду высказывать свое какое-то мнение по этому игровому рулю. Смотрите, как он выглядит, друзья. На самом-то деле, выглядит он достаточно качественно. И хочу отметить, это замша. Это, друзья, замша. И это не есть плюс, наверное, и не есть минус. Почему? Потому что замша имеет свойство стираться. Замша имеет свойство становиться, знаете, при использовании постоянным вот этим вот трением. Во-первых, затирается. Во-вторых, появляются катышки. Дальше по этой теме, естественно, я расскажу. Но в целом он мягенький и классный. Это по факту. Имеется, естественно, центровка самого руля. База выглядит вот таким вот образом. Она достаточно высокая. Она достаточно большая. Имеется кабель USB для подключения к консолям, либо PC, да. Дальше. Этот руль имеет возможность. Переключатель здесь есть 270 и 900 градусов оборот из руля. Имеет здесь присоски, если вы используете стеклянный стол. Какой-то стол, который позволяет именно на присосках его использовать. Удобно или нет. Ну, наверное, в каких-то местах это тоже имеет место быть. Здесь специальные отверстия под стропцины. Также в комплекте есть для крепления к столешнице до 65 миллиметров. И что мне зашло, ребята? Что мне зашло реально? Сзади подключение USB. Вы можете подключить джойстик от PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. Для совместимости этого игрового руля с консолями. Это даже написано в инструкции. Дальше. Выход на 3,5 миллиметра джек для подключения гарнитуры. Гарнитуры. Опять же, чтобы можно было слушать звук. То есть здесь есть возможность подключения гарнитуры, наушников. И подключения педального блока. Естественно, тоже здесь присутствует. Руль пока отложу. Будем дальше. Как я и сказал, есть крепления до 65 миллиметров. Вот такие вот здоровящие стропцины для прикрутки этого руля к столешнице. Но если у вас этого не имеется, у вас, допустим, там слишком какие-то там места, да, то можно, в принципе, использовать присоски, которые также уже зафиксированы в самом игровом руле. Вот такие две стропцины имеют. Достаточно мощные и большие. Они здесь не прорезиненные снизу. Ну, не знаю, плюс это или минус. Но хотелось бы, чтобы здесь была какая-то резиночка. Потому что здесь ее, по-моему, нету. И педальный блок, друзья. Вот так выглядит педальный блок. Сниму сейчас с него пакетик. Педальки здесь простые. По аналогу, как в игровом руле Хори. Газ, тормоз. Мягкие. Мягкие. Также здесь имеется установочка вот такая для удобства. Чтобы ножку положить свою, чтобы никуда она не соскакивала. Также здесь прорезиненное все это дело. Чтобы у вас никуда это не соскочило, не улетело. Хотя с такими педалями, ну, я имею то, что они мягкие, да. В принципе, фиксация педалей будет нормально. Никуда у вас уезжать не будет. Это как бы недостаточно модные, да, вот эти педали с усилением, там, железные. Здесь нет, это пластик. Это пластик, ну, соответственно, с подключением. Вот в таком вот исполнении они выглядят. В принципе, достаточно удобно. Ну, по аналогии, как на игровом руле Хори. Там такой же практически педальный блок. Вот такой же. Немножечко занесенный в горизонтальное положение. Мягенькие. Ну, вот как-то так. Так, здесь используется, ребята, это не ось, это кнопка. Это, скорее всего, кнопка. Имеется, кстати, резиночки, чтобы педали не били, а пластик. И это удобно. Как вы слышите, то есть, да, если бы это была просто пластиковая основа, бам-бам, было бы неприятно. Здесь, как бы, шумоподавление присутствует. Вот как-то так. Вот такой вот пиндальный блок. Друзья мои, возвращаясь вот к этому игровому рулю. Что я хочу отметить. Этот руль стоит 10 тысяч рублей. Плюс-минус на разных магазинах. Да, там 9 900, 10, 10 с половиной. Но в целом этот руль стоит 10 тысяч рублей. Имеет 900 градусов. Имеет вибрацию. Имеет самое интересное. Ребята, руль здесь съемный. Как снимается, рассказываю. Здесь стоит вот такой вот набалдажник, который берется, сейчас я его покажу вам как. Вот так вот откручивается. Все. И наша бараночка уходит к нам в ручки. И блок, соответственно, остается вот отдельно. Все по порядку. Руль. Как в топовых каких-то вот этих вот вещах, да, когда там новомодные дорогие рули. И руль легкий, руль замшевый, будет стираться, ребята. Поэтому даже я посмотрел брошюрку, там написано, что для чистки замши используйте специальные скребки, либо там щеточки для замши, чтобы придать ему нормальный человеческий вид после долгих эксплуатаций. Рулёк хороший. Рулёк на самом деле хороший. Это металл. Ребят, это металл. Имеет, по-моему, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, десять кнопок. И имеет он, ребята, четыре лепестка. Четыре. Не два, как обычно, в игровых устройствах, да, которые мы с вами переключаем на повышение-понижение передачи, да. Или как в ETS это используется в, там, поворотнике у меня, вот, да, на трансмастере. Здесь же четыре. Удобно ли это? Это удобно. Почему? Здесь у вас может быть передачи, здесь у вас могут быть ещё что-то, да. В ETS это могут быть забиндены эти кнопки на повышение-понижение ретардера, я не знаю, там, на ось, на всё, что угодно, короче говоря. Всё это можно дело забиндить. Для чего сделана смена руля? Для чего сделана вот эта съёмная система? Когда я разговаривал с производителем, он что сказал? Есть возможность снятия этого игрового руля, чтобы положить его на полку, повесить куда-то, допустим, либо взять какой-нибудь чехольчик интересный и хранить его там, потому что это замша. Есть ли другие игровые рули, которые совместимы с ArtPlace V1200? В данный момент нет. Но этот функционал уже разрабатывается, я так полагаю, потому что если разработчики сделали закос уже на то, что руль съёмный, и, соответственно, в дальнейшем мы можем видеть, наверное, от компании ArtPlace другие игровые рули, которые будут вставляться. Здесь, как вы видите, имеется пластиковая, это всё пластик, естественно, здесь имеется насечки, резьба, соответственно, вставляете, на балдажник закручиваете, и всё. Надеюсь, в дальнейшем смена будет. Это будет крутяк, это реально будет крутяк. В принципе, строчка неплохая, строчка неплохая, но вот я его руками держу, да, уже он становится такой заляпанный чуть-чуть, ребят, чуть-чуть заляпанный. Ну, не знаю, замша в потреблении не очень хороша. Она мягкая, она комфортная, она, блин, классная, но она непрактичная. Это постоянные ляпы, это постоянные затирки, это надо чистить, это как, допустим, в Валькантара у трассмастеров, та же самая хрень, поэтому, ну, не знаю, удобство это или неудобство, но, как бы, вот такие вот дела. В целом, вот так вот этот руль выглядит. Лёгкий, но в то же время металлический, это металл, ребят. По базе, как я и сказал, по базе, ребята, пластик не марки, нормальный, база тяжёлая. Как я и сказал, вот сюда вот накручивается, вот на это руль, здесь коннектор, имеет переключение 900 и 270 градусов для различных игр. 270 F1, 900 для ИТС, 900 для Асета Корса и так далее. Сюда вставляется страцин, и сейчас покажу, как это вставляется. Ну, и опять же, по задней части, USB, 3,5 мм вход для гарнитуры, это топчик. Это реально офигенно, что можно прям сюда поставить себе наушники и играть спокойно, и слышать звуки игры. Это плюс. Вот как-то так, ребят. Вот такая вот база. Да, она высокая, то есть у вас будет руль выходить, как бы, ну, прям вот, да, высоковато. Высоковато будет. Но давайте потихонечку перейдём к установке этих страцин. Друзья мои, страцин выглядит вот таким вот образом, то есть этот набалдажник откручивается, да, то есть вниз, и, соответственно, потом будет фиксироваться. Здесь нету резинки, это плохо. Это плохо. А вдруг у людей стеклянные или какие-то действительно пачкающиеся, коцающиеся столешницы и так далее. Сюда бы резиночки, это даже было бы лучше, да, какие-нибудь присосочки сюда поставить. Это было бы, наверное, намного лучше, потому что, скорее всего, их в комплектации здесь нету. Нет, нету. Но это будет выглядеть вот таким вот образом. Достаточно массивный, здоровый. Как ставится, друзья? Естественно, у нас есть база. Представь, она будет вот так вот стоять, да, то есть жопой к монитору. Соответственно, берется, вставляется вот сюда вот и защелкивается. Вот. Вот так она вставляется и защелкивается. Соответственно, руль, когда будет ставиться, допустим, вот так покажу сбоку, то есть вот так вот он будет крепиться. Ну, соответственно, вторая такая же вставляется сюда же и две у нас стоят. Вот так вот. Давайте его ставить на стол. Итак, друзья мои хорошие, я подключил руль, ну как подключил, я его поставил себе на свою столешницу. Столешница у меня достаточно большая, это все-таки, ну представьте, столешница кухонная, плюс-минус, да, она у меня толстая, как вы видите на экране. И вот так выглядит данное игровое устройство, именно этот руль от компании ArtsPlay. Смотрите, ребята, база, база высокая, база высокая, причем я хочу отметить, я использую Тоби Трекер, вон там горит огоньками вот эта штукенция. От компании Тоби Геймс. При тестировании этого руля я хочу отметить, что очень неудобно мне было ездить в ETS именно с помощью Тоби Трекера, потому что база высокая, руль перекрывает глаза, отображение твоей головы и, соответственно, теряется. Поэтому мне пришлось отключить, поэтому имейте в виду, что база здесь большая. База здесь высокая и вылет руля тоже идет вертикально, да, то есть прям вот так вот. Руль масштабный, руль большой, хват, хват удобный, руль сделан под закос спортивного такого руля и как бы тактильно он удобен. Это замша, это, ребята, настоящая замша, ее надо будет чистить в любом случае, да, то есть даже вот я покатался на нем, все-таки начинается потихонечку собираться катышки, собираться, значит, какие-то затертости начинаются. Но это понятно, это замша, ребята, это такое покрытие самого игрового устройства. Строчка вполне себе выполнена нормально, нигде ничего не вылазит, ни нитки, ни никакие строчки вполне себе достойно. Есть центровка, все дела. Смотрите, ребят, конструктивная особенность этого игрового устройства. Руль металлический, корпус пластик, корпус большой, монолитный, крепится вот такими снизу, как вы видите, вот они у меня, эти стропцины. Они здоровые, они массивные, поэтому имейте в виду, если у вас низкий стол, за счет того, что очень большие, они можете ногами цеплять. Но это как бы дело вкуса, не знаю, в зависимости от вашей столешницы. Но все-таки, наверное, разработчикам я бы советовал чуть-чуть бы их поменьше сделать, да, либо крепление как-то сверху, как это есть у более там навороченных игровых устройств. Но вот как-то так, ребята. Далее, смотрите, по люфтам, люфт вот так вот, вот видите, смотрите, я вот сейчас вот так вот начинаю шатать влево-вправо, то есть вот так вот. В принципе, люфт минимальный, он есть, но маленький. Но вот так, надеюсь, вы слышите этот звук, не пугайтесь. Этот люфт для чего служит? Потому что здесь находится вот этот набалдажник, вот этот вот, вот с другой камеры, посмотрите. Для чего? Чтобы вы его немножко вот так вот могли сделать и открутить, и снять этот руль. То есть вот эта штукенция, да, вот она, она будет ходить, она будет ходить. Это специально, иначе вы здесь зафигарите весь пластик в мертвую фигню. Вот, руль сняли, руль вот так выглядит, такие здесь у нас коннекторы присутствуют. Сейчас я вот на камеру вот так покажу. Вот, четыре лепестка, независимые друг от друга, они вообще, их не слышно, они прям, блин, ну вообще. Причем один работает, второй на месте. Нет такого же, как качели, знаете, здесь, в принципе, сделано все отлично. Обратно вставляем руль в базу, аккуратненько сейчас я, чтобы не покоцать вот эти вот вещи. Вот, вставили и начали закручивать. Закрутили до конца, хорошо. Притянули, все. Да, есть небольшой люфт, на игру не влияет. Вы эту погремушку, скажем так, при игре слышать не будете. Если вы там на себя, ну понимаете, сдуру можно сломать все, это логично. Сдуру можно и выйти, разбиться поребрик во дворе, да. Поэтому тут, естественно, ребята, ну, аккуратная эксплуатация любого устройства, будь это дешевое, будь это дорогое, сами понимаете. Люфт небольшой есть, это нормально. Это кому-то, ну кто-то прям, не знаю, прям вот дотошно до этой системы, я как бы нет. Я понимаю, что это конструктивная особенность именно этого игрового устройства. Дальше, друзья, смотрите. Здесь есть две функции, как написано вот в этой брошюре. В инструкции, что здесь, естественно, нету полноценной отдачи. ФФБ, да. Полноценной отдачи ФФБК нету. Здесь вибро. Представьте джойстик на PlayStation. Вибрация. Вот так будет у вас отдавать руль, в принципе, везде. В любых играх, будь это компьютер, будь это консоль. Далее, что касается, опять же, брошюры, я почитал. Естественно, здесь два варианта. Подключение к ПК. Точнее, он один по USB. Нету, весь блок, все спрятано здесь. Здесь только один USB, вот этот провод, который вставляется в компьютер. А программного обеспечения здесь нету. Вставляйте, руль определяется. У меня Windows 10, и все прекрасно. Смотрите, здесь написано о том, что... Есть переключение XPUT и Direct Input. Для чего это такая штукенция? Есть игры, которые не поддерживают руль. Это старые, в основном, игры. И после переключения этого режима, вы сможете играть старые игры на руле. Вот как-то так, если простым языком это говорить. Далее, по поводу самого вот этого рулевого колеса, его обивки в виде замши. Опять же, говорю, даже написано у разработчиков здесь, опять же, в брошюре, что его надо очистить. То есть, прямо здесь написано, что используйте, используйте, значит, какие-то варианты, связанные с чисткой замши. Тогда будет все прекрасно. Вот как-то так. Вот так это выглядит, ребята. Вот такая большая база. Руль вынесу такой. Соответственно, давайте сейчас протестируем самый наш, наверное, любимый игрок, под который закос идет на моем канале. Это Евротрак Симулятор ДА, Америка, в принципе, то же самое. Давайте залетаем, посмотрим. Итак, друзья мои хорошие, зашли мы с вами в Евротрак Симулятор 2. Машина у меня DAV XG+. И что касается, давайте, по настройкам. Это настройка устройства, и мы здесь видим, смотрите, какую интересную тему. Когда я тестировал этот руль, нужно выбрать в контроллере здесь, в самом начале, клавиатура плюс контроллер Wired Fill. Дальше вот здесь я выбираю вот этот вот вариант. Для чего, ребята? Да для того, чтобы у меня появилась вот эта настройка вибрация. Потому что руль этот не имеет полноценной обратной связи. Он имеет вибрацию. И, соответственно, чтобы эта вибрация работала, нужно выбрать два устройства, позволяющие использовать, чтобы игра думала, что это геймпад, и, соответственно, чтобы думала, что это руль. И, соответственно, я вибрацию поставил на максимум. Почему? Потому что здесь система вибрации достаточно легкая. И чтобы ощутить полноценность вот этой вибрации, чтобы ощущать удары, дорожное покрытие, столкновения, вот это все дела, как бы, нужно ставить. Потому что по умолчанию на середине, и она легенькая. Здесь, когда ставишь на максимум, она становится такая более, знаете, насыщенная. Хотя не трясущая. Не трясущая, приятная, как вибрация на геймпаде от, допустим, PlayStation 4. По оси. Здесь внизу переключатель на рулевом колесе 900 и 270. Естественно, рекомендует разработчик, что перед тем, как вы будете переключать здесь, нужно отключить, естественно, это игровое устройство от сети или от компьютера. Когда вы отключили, переключаете на 900, вставляете USB, руль определяется, и все. Ось рулевого колеса. Смотрите, начинаю крутить. Все, пошла вот эта тема. Из-за того, что отображение идет, как еще джойстик, у нас мышка начинает влево-вправо двигаться. Это нормальное явление. На самом деле, с комфортом мне никак не доставило. Педаль газа. Педаль газа можно чуть-чуть нагнетать. То есть, здесь уже используется как ось. Я вначале сказал, что это кнопки. Нет, это ось, потому что, видите, определяется как ось. Я чуть-чуть нажал, чуть сильнее, еще сильнее и в пол. Это хорошо. Тормоз здесь тоже. Соответственно, тормоз газ, как бы, все здесь у нас имеется. Давайте посмотрим и покатаем вообще, в принципе, что из себя будет представлять этот роль. Здесь пружина. Видите, как он себя ведет? То есть, он всегда возвращает. Он легкий, потому что нет конкретной отдачи именно форс-фидбэка, полноценного утяжеления вот этого. Он легкий, он пружинистый. Но, в принципе, для езды он комфортен. Вот, я сейчас начинаю движение. 900 градусов, вполне себе. Сейчас даже остановлюсь, покажу. Смотрите, ребят. Начинаю поворачивать руль. Все. 900. То же самое в обратную сторону. Он из-за системы вибрации, в этой самой пружины, он немножко может некорректно. Но это фигня все. Сколько я пока катался, я никакого дискомфорта вообще не почувствовал. По поводу вибраций. Вибрация здесь имеется, как я и сказал, при использовании вот таком. Руль себя ведет адекватно. Каждое движение ты чувствуешь. И опять же, все по настройкам. Нелинейности, чувствительности игрового руля. Все это, ребята, должно у вас быть, как говорится, ничего не работает, как я уже сколько раз говорил, из коробки. Все нужно, естественно, настраивать. Поэтому, ребята, имейте это в виду. Потихонечку заворачиваем. 900 градусов. Руль возвращается назад. То есть, хоп, спокойненько я могу рулить здесь. Какие-то делать повороты. 900 градусов. Вообще обалденно. Мягкий, тактильный, отлично. Что касается ударов и вибраций. Вибрация создается на руль мягкая, не сильная. Она легкая. Она реально здесь легкая. Как я и говорил, это на примере джойстика, допустим, от PlayStation, либо Xbox и так далее. Выруливаем, едем дальше. То есть, кататься в Евротрак Симулятор 2 будет вам комфортно. Действительно комфортно. Никаких проблем я... Дискомфорта я никакого себе не почувствовал. Все классно. Единственное, мне немножко непривычно, потому что база высокая. И руль смотрит немножечко вертикально, да, под углом. Ну, это такая конструктивная особенность этого игрового руля. В целом, маневрирование какие-то, блин, ну вот все любые вот эти вибра... Ой, ну класс. Вибрацию отдает. Вибрация есть. Ребят, тут, в принципе, дальше кататься смысла нет. По настройкам я, как бы вам сказал, дело за вами. Руль вполне себе адекватный. Я не стал вставлять ставки там другие. Я пробовал и в CityCard Driving, и в Formula 1, и в Asset Corso. Везде этот руль работает по-разному. Естественно, опять же, повторюсь, это нужны настройки. Разные настройки под разные игры, да. Под симуляторы одни, под аркады другие, под третье, под третье. Короче говоря, вполне себе достойно. Переключать на ходу на 270 я не буду. Потому что, естественно, как производитель заверяет, и, в принципе, правильно делает, чтобы что-то изменить, нужно для начала отключить, переключить, а потом включить, чтобы руль перекалибровался, переподумал своими, как говорится, внутренними вот этими мозгами, которые в блоке стоят. Но вот как-то так. Достаточно интересное игровое устройство. Бюджетное игровое устройство, повторюсь. За эти деньги вы получаете вменяемый 900-градусный руль, съемную баранку, 4 лепестка, которые вы можете настраивать под себя. Возможность подключения к консолям PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PS3, то есть предыдущего поколения, Switch, Nintendo и т.д. и т.п. Имеет вибродачу, блин, ну, в принципе, имеет вход на наушники. Я первый раз в жизни вижу, чтобы вообще к рулю подключались наушники, да, то есть такой вход на 3-сплайнджека, на гарнитуру какую-нибудь. Плюс подключение джойстика через USB, дополняющий как раз вибрацию, если вы будете подключать к PlayStation 4, да, то есть это опять же написано в настройках, в эксплуатации этого руля. Это мягкая ткань, не ткань, а замша, добротная замша, ничего нигде не вылетает, никакие вот эти заусенцы, там, какие-то еще вещи. Все вполне себе комфортно. За эти деньги, напоминаю, 10 тысяч рублей вы получаете достаточно бодрый, хороший руль. Педали. По педалям отдельная история. Как человек, использующий достаточно мощные педали, в принципе, и на Logitech, и там, трансмастерах, пластиковые педали вот эти имеют место быть. Да, они не до конца такие, прям, вот как хочется, да, но в целом, в целом, для управления автомобилем, особенно на автомате, где вам нужна педаль газа и педаль тормоза, этого вполне себе достаточно. Единственное, педали находятся близко друг к другу, и, соответственно, небольшой дискомфорт, если вы большой человек, а у вас большие ноги, да, то есть такие массивные, тогда вам, может быть, не очень будет удобно. Но дело привычки, ребят, ко всему, естественно, надо привыкать, как бы, ну, тут по-другому никак. Вполне себе, хорошее игровое устройство, ребят, пишите в комментариях, что вы думаете по рулю Artplace V1200 Vibro Racing. С вами был Дима, канал Добро Ейтуем себя вновь в этой стримах, не забываем ставить лайки и подписаться на канал. Удачи!